Всем огромный привет! Ко мне пришли посылки из Нюшик. Давайте открывать. Итак, что же я себе заказала? Заказала вот такие вот нитки, которые светятся в темноте. Так мне хотелось посмотреть, как это происходит, но до сих пор не знаю, зачем они мне нужны. А также заказала вот такие два свитера с горлом. Хочу посмотреть, как они выглядят и, возможно, даже вам посоветую их приобрести. Выглядит, кстати, очень даже неплохо. Но вот здесь я вижу уже дырочка, смотрите, видите? Но на ощупь очень мягкие. К сожалению, на сайте не был указан точный состав. Там было указано хлопок и полиэстер. Вот сейчас я буду искать составник. Составника нет, к сожалению. Даже не знаю. На бежевом нет. На сером, походу, тоже нет. На пакете так же не написан состав. Ну, что я могу сказать? Мягкий, приятный. Это правда на ощупь. И вы знаете, не зря вот здесь вот где-то дырочка. Вот она. Давайте, знаете, что я сделаю? Я вот тут край подожгу. И посмотрим, что здесь. Ведь я должна честно вам рассказать, что вы вдруг соберетесь покупать. Но то, что я заказала, цвет очень мне нравится. Красивый, бежевый. И красивый такой чистый, серый. Без примесей. Цвет классный, на ощупь классный. Так, пошла за огнем. У меня в прошлый раз, я вам честно скажу, был небольшой конфликт с Ньюшик. Относительно того, что я взяла и подожгла шелковые платки, как они и заявляли. Оказались они совсем не шелковые, а полиэстеровые. Им это не понравилось. Ну, девочки, вы же понимаете. Это так буду не я. Так, хоть бы хату не спалить. По-моему, хлопком тут и не пахнет. Давайте еще раз. Есть частично, вот что-то рассыпается. Видите, на пальцах что-то есть. Если бы полностью обуглилось, то есть свернулось в комочки, был бы стопроцентный либо акрил, либо полиэстер. Но что-то есть. Сейчас мне скажут, что я испортила свитер. Нет, не испортила. Я вот здесь, видите, вот так подрежу и зашью. Не переживайте, этого не будет внутри. Если вдруг кто-то переживает. Только во время носки можно будет понять, насколько комфортен этот свитер. Ну и зашить, конечно, дырку. Давайте откроем нитку. Нитка как нитка. Пошлите со мной в темную-темную комнату и посмотрим, будет ли светиться она. Мы сейчас находимся у меня в шкафу. Я полностью закрыла дверь. Камера не ловит. Но вы не поверите, все светится. К сожалению, в видео мне не получилось сделать, как она светится, эта нитка в темноте. Но я сделала фотографии и я могу однозначно подтвердить, что эта нить светится и что ее действительно видно в темноте. Такой неоновый цвет, красивый. Не знаю, что с ней можно сделать. Подскажите, девчонки, жаль, что у меня нет вышивальной машины. Возможно, если бы была вышивальная машина, можно вышить какие-то штуки. Но на чем я буду вышивать? В общем, мне надо подумать, что я с этим сделаю. Итак, вот такой вот заказ приехал ко мне из Нюшип. Радуют меня вот эти свитера, несмотря на вот такие вот недочеты и вопросы по составу, но то, что здесь высокое горло, это здорово. Сейчас я примерю и тоже сделаю комментарий. Я надеюсь, здесь рукав не будет коротким, но он такой узкий, смотрите, прям вообще. И посмотрим, как это на мне будет сидеть. Итак, давайте примерять. Первым, что я делаю, это вот так вот оттягиваю горловину в таких свитерах, чтобы не сильно душило меня. Хотя я люблю такие свитера. Они не нуждаются в шарфе, если надеваешь уже верхнюю одежду и на улице реально холодно. Свитер идет в облипку и вот до такой высоты бедер полностью все облепляет и можно спокойно, я так думаю, надевать под юбку карандаш. Хотя у меня в данном случае совсем не юбка-карандаш. Кстати, на сайте Ньюшик будет акция с 8 по 20, по-моему, октября. Они будут отмечать 5 лет и у них будут скидки. И вдруг вам этот свитер приглянулся. Подождите до этой даты. Там должны быть какие-то акции. Я надеюсь, и на этот свитер также будет. Вот этот вот бежик, кстати, такого холодного оттенка, кому интересно. Серый, самый обычный. И вообще там из всех тех цветов, которые там были, я заказала самые базовые. Кстати, обратите внимание, как он на спинке. Подчеркивает силуэт лифчика. То есть я вижу его, хотя у меня там, не знаю, кости до кожи. Если у вас есть там жирочки на спине, то знайте, что и будет заметно. Потому что свитер очень хорошо обтягивает. Ну и вообще с таким горлом, наверное, лучше всего носить высокие прически. Либо же классно пойдет девчонкам, у кого прям реально короткие стрижки. Я же прически высокие не ношу. Мне просто не нравится. Ну что ж, вот таким было мое видео. Вот такой короткий обзор. Надеюсь, вам понравилось. Проходите по ссылке, если вдруг кто-то интересуется этим товаром. А мы встретимся в моем новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok